Очень часто психологи говорят, что самое главное отключить все эмоции, ведь тогда не получается рационально рассмотреть всю ситуацию. Я считаю, что для принятия решений нужно всегда больше информации для себя иметь. И сейчас мы точно выясним, как стоит принимать решения и какие варианты существуют. У нас в гостях бизнес-консультант Юлия Кульчицкая. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а можно ли в момент принятия решений полагаться на монету? Не слишком ли это? Нет. Легкомысленно? Нет. Можно запросто, пожалуйста, подбрасывайте. Если у вас есть два равнозначных варианта, орел или решка, значит вам, в принципе, все равно, какое решение принять. И пусть за вас выберет монетка, нет проблем. А есть какие-то еще проверенные варианты, как принять решение? Ну, на самом деле, вариантов масса. Я могу вот очень коротко о двух. Один простой, один сложный рассказать. Есть два варианта. Первый вариант, называется он 10-10-10. Это простой вариант? Это очень простой вариант. Вы берете, что, о чем вам надо подумать, и предполагаете, если я сделаю вот так, что будет через 10 минут, через 10 дней и через 10 месяцев? Вот это да. Надо запомнить этот способ. Хорошо. И все. На самом деле, есть такая книжка, называется 10-10-10. Там много вариантов использования описано. Это действительно очень просто. Вы увидите перспективу здесь и сейчас, перспективу чуть-чуть спустя и перспективу долгосрочную. Очень помогает и сильно не заморачивает, что называется. А второй способ, да, сложный. Значит, вы из всего вашего решения выбираете пять самых важных факторов, которые вам нужны. Ну, например, вы хотите поменять квартиру или поменять работу. Вы выбираете до пяти. У меня однажды пришел молодой человек, выбирал девушку. Вот у нас тут уже был один персонаж до сутра. Да, да, да. Андрей Иванович выбирал девушку очень интересную. Это сильный способ, я понимаю. Это очень круто было. Вот он выбирал девушку, ему факторов, которые он написал, он пришел, я говорю, написал факторы, написал. Сколько? 18. Я говорю, так, подожди, ты с какой конкретной актрисой-то писал эти факторы? Ну, действительно, там так было, поэтому факторов лучше не больше пяти, иначе вы не справитесь. И девушек лучше не больше пяти? Девушек может быть сколько угодно. Не больше одной. Пять, на пять, 25. Нет, там другая формула. Вот, выбираете эти факторы, оцениваете значимость каждого, и дальше по пятибалльной шкале оцениваете. Что больше баллов набрало, то и выбираете. И победительница конкурса. Да, безусловно, да. Ну, мы так на девушках репетируем, да, вообще-то есть еще смена работы, смена жилья, например. Там, уехать из города или не уехать из города, и в какой город уехать. Просто, когда вариантов больше, лучше пользоваться факторным анализом. Если все-таки сомневаешься, даже после того, как подкинул монетку или сделал 10-10-10, нужно моментально решение принимать или все-таки подумать? Если вы не можете принять решение при всех вот этих вот способах, методах, посоветоваться еще с кем-то, если вы решение принять не можете, значит, для него просто не время, надо отложить. Значит, для него просто не сложились те обстоятельства, которые позволят вам однозначно сделать выбор в ту или иную сторону. А по поводу приема плюсы и минусы, когда прописывают на листочке, некоторые психологи говорят, что в силу своего восприятия мира некоторые люди могут только на минусах сосредоточиться, и в итоге картина несколько неправильная. Да, история про то, что отключите эмоции, это не про людей история. Эмоции, к сожалению или к счастью, может быть, наоборот, для нас отключить невозможно. Поэтому способ плюсы и минусы, если делать, то его надо делать в несколько заходов. Первый раз написали, потом второй раз написали. Прибавлять плюсы или, наоборот, их отнимать? Дальше как пойдет. Дальше как пойдет, смотрите. У некоторых вот математический склад ума, и я знаю, что они пользуются методом от противного. Ну, пожалуйста, ради бога, те же 10-10-10. Только что будет, если я этого не сделаю? Не сделаю. Не сделаю. То есть это нормальная логика. Вообще, вы знаете, это важно очень, особенно по утрам говорить, да, количество выборов в наших мозгах на определенный период времени ограничено. И чем больше вы себя ставите перед разного рода выборами, тем меньше вы способны к вечеру их делать. Вот неверно ты принял решение. Вот кого винить? Вот монетку буду винить или буду винить способ 10-10? А зачем? А вот неверный способ, если? Люди же любят обвинять потом кого-то. А, у меня не получилось. Это все из-за монетки, из-за этого неправильного упала. Я сказал, королева Елизавета II, никогда ничего не бойся заранее, никогда не обвиняй того, что уже произошло. Поэтому винить некого, надо разбираться в случившемся. Потому что чувство вины, вот это вот, кто виноват, российская излюбленная, да, оно просто тратит наше время. Не надо никого обвинять, надо брать и делать. Надо разбираться. Все причины в себе. Юля, возникает вопрос. Самый главный. Поделитесь, а вы как принимаете решение? Я использую ни два и ни три, у меня больше методов принятия решения. Самый любимый какой? Самый любимый факторный анализ. Я выписываю 3-5 факторов, которые мне важны, оцениваю по значимости, складываю циферки. У меня математический склад ума, и я стараюсь выбирать как можно меньше. Мне очень важно, чтобы у меня на рабочие процессы мозг оставался чистеньким, когда можно принимать решение. Я даже гардероб не выбираю по утрам. Ничего. Главное еще определить, какие факторы важны. А то написал плюсы, а они на самом деле не важны. Это не плюсы, это то, что для вас важно. Ну, например, вам важно, чтобы у вас рядом с домом была остановка или нет? Да. Важно. Вам важно, чтобы у вас рядом с домом был детский сад? Да. Вот, ставьте, выбирайте эти факторы, и по пятибалльной оценивайте варианты. Так будет значительно проще. Спасибо вам большое. У меня теперь появилось очень много способов выбрать что-нибудь. Вряд, кроме монетки. Да, вот велосипед, например. И монетку тоже отрицать не надо. Пусть будет. Контрольный вариант. Оп, и подбросить. Да. Почему нет? Спасибо вам большое, что вы к нам пришли и рассказали об очень действенных, я надеюсь, способах, которые многие наши телезрители возьмут себе на вооружение и не будут гадать, а позвонят нам в студию и расскажут, как они принимают решение. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была бизнес-консультант Юлия Ключицкая. Еще раз спасибо вам и доброго дня.